В долгах и крови плавает, но не тонут. Во всяком случае, вы знаете, что я бы хотел подчеркнуть, вот те, кто думали, что у нас все рухнет, они, думаю, разочарованны. Ничего не рухнуло. Почти два года полномасштабной войны, 12 пакетов санкций и сотни персональных ограничений. Но российская экономика вполне хорошо себя чувствует. За два года войны, за 22-23 год, российская экономика получила от продажи экспортных продуктов, энергоносителей, нефти, редкоземельных металлов, бриллиантов, золота, продуктов ядерной переработки, ТВЛов, более 620 миллиардов долларов. Только от продажи нефти она получила порядка 280 миллиардов долларов. Каждый месяц только от продажи жиженого газа она получает миллиард долларов в Европу. Ну как вы думаете, с такой подушкой валютной, что может происходить? Financial Times со ссылкой на оценки экспертов пишут, что российская экономика остается устойчивой, и этим удивляет Запад. Устойчивость российской экономики ошеломила многих экономистов, которые считали, что первый раунд санкций из-за вторжения в Украину почти два года назад может привести к катастрофическому спаду. И на фоне таких новостей от западных СМИ Путин, конечно, не перестает злорадствовать, что российская экономика не только выдержала давление западных стран, но и превосходит многие показатели. Нам предрекали, как вы знаете, спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся. Хочется показать известный жест. Не буду этого делать, здесь много девушек. Ничего у них не получится. А наша экономика растет, в отличие от их экономик. Формула устойчивости экономики России сейчас выглядит так. Доходы получают от энергоресурсов, и идут они в основном на оборону. Режим устойчив, потому что он сидит на нефтяной вышке. Российская экономика сейчас похожа на заправочную станцию, которая начала производить танки. Возникает логичный вопрос о действенности санкций. И да, они работают. Просто для такого монстра, как Россия, усилий нужно намного больше. Российскую экономику с мирового рынка не выкинули. Ей ограничили доходность. У нее отобрали определенные возможности по поводу получения высоких технологий. Но никто не выкинул Российскую Федерацию с рынка энергоносителей, с нефтяного рынка. То есть санкции действуют однозначно. Они действуют как хороший тормоз, который притормаживает экономику. Но они точно не способны на сегодняшний момент повергнуть Российскую экономику в коллапс. Но несмотря на пока что успешность кремлевской формулы экономики, есть одно но, которое в итоге систему эту погубит. Дело в том, что резкий рост государственных расходов в этом случае на оборону приведет к серьезному перегреву экономики. И об этом уже говорят в Центробанке России. Представьте, что экономика – это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задана конструкция автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но недолго. В условиях перегрева экономики, другими словами, дефицита производственных, трудовых ресурсов, создание каждой дополнительной единицы товара будет даваться экономике все сложнее и дороже. Вместо того, чтобы уменьшить зависимость от экспорта нефти и газа, это около трети доходов бюджета, Кремль с растущими расходами на войну создал новую зависимость – военное производство. Чем дольше продлится война, тем более зависимой экономика станет от военных расходов. Это порождает угрозу стагнации или даже полного кризиса после завершения конфликта. А это откидает Россию в период, который так стремятся вернуть в Кремле. Мечта о Советском Союзе станет реальностью. Российская Федерация сейчас, модель ее экономики, напоминает модель экономики Советского Союза последних где-то 15-10 лет его существования. Если вы внимательно посмотрите на цифры, Советский Союз в то время тоже демонстрировал рост экономики. Но это же не значит, что в магазинах не было дефицита. Это же не значит, что выстраивались сумасшедшие очереди за любым импортом. Это же не значит, что люди имели возможность путешествовать по миру. Правда? Была совершенно закрытая командно-административная экономика с сумасшедшим дефицитом, который люди в действительности за свои заработанные деньги не получали всего того, что они хотели. Но тем не менее, формально, по цифрам экономика росла, потому что сумасшедшие капиталовложения делались в гонку вооружений, в холодную войну. Значительное увеличение военных расходов порождает еще одну проблему, которую российские власти пока что публично не признают. Нехватка кадров. Уровень безработицы, о чем я упомянул, совсем недавно мы гордились тем, что у нас исторический минимум был 3%. Вот вчера мы с коллегами готовились к сегодняшней нашей встрече, к сегодняшнему разговору уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. И эта нехватка кадров опять-таки звоночек из советского прошлого. А то, что они сейчас начинают активно прорабатывать вопрос, чтобы их рекрутинговые компании везли в Российскую Федерацию рабочих из Индии и Юго-Восточной Азии, из Северной Кореи. Почему? Потому что рабочих рук не хватает. В первую очередь в сельском хозяйстве. Не хватает в, скажем так, в отраслях, которые всегда славились низкой оплатой труда и высокой долей низкоквалифицированного труда. Жилищно-коммунальное хозяйство, например. Ну то есть еще раз говорю, модель российской экономики сегодня является точной копией модели экономики Советского Союза. Тогда тоже были санкционные ограничения. И тоже Советский Союз ввел страну в качестве импорта продовольствия, потому что не мог обеспечить себя продовольствием. Потому что рабочих рук не хватало. И все мы знаем, чем эта холодная война со ставкой на оборону обернулась для Советского Союза. Распадом. Я продолжаю настаивать, что это трагедия. И РФ точно повторит его судьбу. Только процесс этот не быстрый. Ждать придется немало. Советский Союз в этой военной экономике жил лет 20. Да, у Советского Союза было несколько другие входные моменты. Тогда уровень жизни был меньше. Она была менее интегрирована в мировую экономику. Она была более закрыта. Но это десятилетия. Это точно не один, два, три года. Да, даже российские экономисты признают, что при нынешнем уровне перегрева экономики, экономика будет работать недолго. Даже Набиулина, глава Центробанка России, сказала, что нынешняя российская экономика напоминает старенький автомобиль, который будет ехать быстро, но недолго. Так что процесс этот долгосрочный, но верный. Поэтому объединяем в борьбе против России партнеров и ждем, пока Россия сама себя поглотит. Продолжение следует...